Всем привет, с вами SmartLunch3 570 и сегодня ваше внимание предлагается внеочередной можно сказать выпуск Железной Дороги в миниатюре как я уже говорил что я буду частично собирать эту коллекцию полностью она мне не нужна даже знаете раньше она мне не нужна была из-за того, что мне некуда было ставить сейчас она мне не нужна из-за того, что просто пошурстив YouTube просто на то какие вот эти диорамы с железными дорогами я понял, что вот это вообще полный шлак диорама также на форумах, значит, люди которые этим увлекаются, тоже говорят, что неинтересна такая диорама можно сказать, потому что на самом деле здесь непрямых путей нормальных, ничего интересного даже знаете, у меня появилась идея есть вид диорам, где нету именно дорог кольцевых там или что-то берется небольшой участок допустим, какой-нибудь там и просто делаются то есть это прямые линии то есть рельсы имеются там и не просто так, чтобы поставить поезды поезда тоже там с развилками то есть со стрелками получается, как бы, знаете, как депо или вокзал какой-нибудь как приезжать в большой вокзал, где куча там платформ, допустим, рельсы там стрелки куда приходят то есть без платформы именно вот такую диораму построить может быть, я даже и займусь этим делом построить такую диораму, будет несколько рельс типа депо такого какие-нибудь там здания более интересные домики, желая там какой-нибудь заводик может быть, еще что-нибудь и просто так для красоты поставить эти поезда можно даже их может там поуправлять, чтобы типа, знаете, там разворачивался переходил с одного рельса на другую можно поворотную платформу сделать чтобы там, типа, разворачивался разъезжался на разные вот это будет интересно а это все-таки для детей это, я думаю, да знаете, в мое детство я бы мечтал бы такой вещи я бы, прям, собирал бы было бы мне бы лет бы намного поменьше бы наверное, это было бы в перспективе сборка такой модельки так, как я говорил я обожаю поезда ну, не так сильно но все-таки очень люблю поезда везде эта трава рассыпанная так что я бы с удовольствием собрал бы это плюс мне здесь вот некоторые вещи абсолютно не нравятся просто, знаете даже не знаю может сказать, бесит или не бесит просто, ну, дебильно вот, например, вот это вот вот это, наверное, самая дебильная часть в этом макете это просто ужас нам дают я даже хотел, кстати вот этих шламбауна купить я думал, это нормальный переезд то есть нормальный сделанный переезд все как должно как в жизни можно сказать здесь же просто где-то стоят два шламбауна так, для красоты можно сказать какая-то будочка и все главное мне больше нравится рельсы идут поверх асфальта то есть в реале представьте это дорога здесь ездят машины как машины едут по этим рельсам как вот шпалы они на самом деле довольно толстые плюс рельсы во-первых машины начнут со временем разносить железную дорогу поскольку грузовые сомненькие может там трактора бульдозеры тяжело груженные машины там камазы они будут просто рвать себе покрышки об эти шпалы об эти рельсы там подобные это просто дебилизм любой переезд возьмите рельсы утопленные есть специальные настилы по которым машины едут может это чуть ли не касаясь рельсы практически все как и должно быть в жизни здесь же это просто дебильно выглядит просто идиотизм какой-то плюс вокзал настолько маленький что там помещается только один вагон по-моему а не целый там состав какой-нибудь я говорю неинтересно абсолютно понажемка ну вот у нас тут инструкция похоже по сборке как раз вот это сарай с лавочкой ну и то что в этом у нас трава и и и и что-то там с чем-то там ну такой вот разворот который занимает очень много места ну и скорость поездов самые быстрые поезда кому интересно можете посмотреть самый быстрый это аэропорт Пудун Шанхай 430 км в час так у нас тут сапсана нету похоже нету так да нету так в следующем выпуске у нас рама цистерна для нефти и светлое зеленое дерево посмотрим следующий выпуск тоже буду похоже покупать лишь по одной простой причине что надо собрать эту раму то есть не раму а сам вагон а найти надо какой-то листочек наверное это так называемая трава что у нее пакет сделал упаковочный это вообще пипец смотрите она вся рассыпалась в одно место ее ой так набор для сборки сельской железной дороги сделан в Китае поставщик он тайм холдинг лимитед нажит на самые мелкие лимитед название мне радует читать название китайских этих компаний там одно название такое нехилое предложение даже не предложение небольшое сочинение несколько десятков слов может быть в названии это просто так устраиваться на работу зашивись особенно или где не знаете так идешь там кредит брать или еще что-то напиши где работаешь и каждый раз вот это писать это просто улетно ну хотя у Китая там слегка по-другому может быть может как-то сокращают еще блин ну смотрите сколько здесь этой травы все на статике так открываем как мы обычно открываем вот это куда-нибудь подальше вот это тоже траву не буду ребят доставать но такая вот она потому что она мне сейчас загубит все вообще так так просто биздец ну что могу сказать вот эти вот части мне не нравятся как будто они поломаны что ли ладно огни опасно скорки не спускаться пропан сжиженный газ так пропан да смотрим сюда рама для цистерны для нефти то есть у нас должна быть цистерна для нефти но на ней написано пропана прикольно но хотелось бы значит получить такую цистерну как стандартно ездит такие там мазут возят там кстати металл видно металлическая пластинка наверное но чувствуется вещь тяжелая кстати вот эта одна штука весь похоже больше чем целый этот вагон тот пассажирский доставал весы стало что-то вес у нас понять не менее какой у нас вес 56 граммов короче здесь просто под таким углом у меня точку не видно короче 60 граммов весит эта штука выключайся может потом достать от вагона вот такая деталь вот тут тоже типа литник вот они две штуки ладно эти в общей сложности довольно все мне нравится качественно написано по-русски довольно все ровненько покрашены тоже вот эти полосы ровненько без всяких огрехов тут есть какой-то клейный его видно не будет короче говоря мне нравится эта сторона как я как я уже говорил буду собирать частично в основном все вагоны рельсы скорее всего все но поскольку я решил покупать более-менее прямые линии то есть не цель собирать то есть возможно буду собирать как я сказал типа депо такого то мне скошенные рельсы не очень нужны да это из-за этого даже не из-за этого я не купил один из выпусков где была одна уж из первых таких скошенных рельс полукруглой просто мне как-то ее сначала не получилось купить потом не знаю забил наверное это ну и плюс а потом уже решил собирать решил подумать возможно буду собирать вот такую диорамку и место она меньше займет и будет более интересным детализированным чем вот это можно даже знаете собрать какой-нибудь из то есть сделать диорамку похожей на какой-нибудь из вокзалов где я может быть бывал даже какой-нибудь на вокзалах я был на многих потому что я раньше ездил на поездах много куда так что можно даже что-нибудь такое поностальгировать что-нибудь собрать ну ладно вот такой выпуск довольно прикольная классная цистерна лесенки приклеены ровно довольно ужасная трава то есть качество я не знаю я не специалист по этим миниатюр травам для миниатюры но то что она вся рассыпается даже знаете не травяного а пакет либо не пакет а там где их упаковывали наверное она все-таки магнитится на статике это же синтетика синтетическая трава значит там где производят все это упаковывают там похоже очень чисто у них ну ладно вот так вот на этом все ребят спасибо всем за внимание надеюсь вам понравилось как всегда подписывайтесь комментируйте ставьте пальцы всем счастливо пока и до встречи